Здравствуйте, это новости Дагестана, на связи с вами Джамиля Шарипова. Бригады скорой помощи в Дагестане обслуживают порой до 700 вызовов смену. Об этом рассказал в интервью РИА Дагестан первый вице-премьер регионального Кабмина Анатолий Карибов. И такая нагрузка была, что они порой выполняли 700 вызовов в смену. 700 вызовов. 700 вызовов. А то есть на одну бригаду по 20 вызовов. И вот я находясь в больнице, я видел, как приезжает эта скорая помощь. Она приезжала фактически вечером 35-40 раз. Постоянно пребывали все новые и новые. Да, в этот период какой-то создалась сложная ситуация, что много вызовов. И я вам скажу, очень много сотрудников скорой помощи, врачи, фельдшеры, водители, они пострадали, заболели. Всего, сообщил он, в республике работает 549 экипажей скорой помощи. Задействовано 196 бригад. В настоящее время для борьбы с коронавирусной инфекцией в стационарах республики работает огромное количество специалистов-медиков. В Махачкале установили обеззараживающие комплексы. Их разместили на пересечении улиц Яракского и проспекта Гамзатова, а также на перекрестке двух главных проспектов города – Гамидова и Шамиля. По словам мэра столицы Салмана Дадаева, эта локация была выбрана не случайно, так как именно здесь обычно проходит большое количество горожан. Установить такой комплекс градоначальника попросили сами махачкалинцы, обращаясь к нему в социальных сетях. Планируется смонтировать еще несколько таких сооружений. Дадаев сам протестировал новинку и призвал махачкалинцев взять ее на вооружение. Вы можете быть спокойны, что при заходе в гастроном и после того, как вы выйдете из гастронома, посредством того, что вы пройдете через этот комплекс обеззараживания, вы не принесете домой никаких бактерий. Я несколько раз видел их в соцсетях такие, что Турцию установили, но горожане начали настойчиво обращаться ко мне в соцсетях с просьбой установить такие. Сегодня мы установили один здесь, а также один на пересечении улицы Гамидова и проспекта Шамиля. Если вдруг у вас есть необходимость выйти, то, пожалуй, запользуйтесь комплексом в тех локациях, которые есть. Муслим Дахаев уволен с должности начальника ГУФСИН по Ростовской области. Напомним, в ноябре прошлого года чиновника и его заместители задержали по подозрению в разглашении государственной тайны. Статья 283 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но указом президента страны он только сейчас был освобожден от должности. Дело Муслима Дахаева уже передано в Ростовский областной суд. Пока прошли только предварительные слушания. Камнепад заблокировал дорогу к нескольким селам. Из-за обвала перекрыло дорогу к пяти населенным пунктам Терратинского района. В селах имеется 22 хозяйства и проживает 55 человек. Здесь же находятся три социально значимых объекта. Тяжело больных и нуждающихся в транспортировке людей в селах, к счастью, нет. Кроме того, там имеется действующий фельдшерско-акушерский пункт. К расчистке дороги приступили сегодня утром. В условиях пандемии многие сегодня оказались без работы. Есть те, кто остро нуждается в продуктах питания, но не знает, куда обращаться за помощью. Министерство труда и социального развития республики призывает обращаться в колл-центр при ведомстве и получать гуманитарную помощь на дом. Так, по словам министра труда и социального развития, в период с 25 марта по 15 мая посредством центра удалось помочь более чем 41 тысяч семей. Продуктовые наборы по соответствующим звонкам на колл-центр предоставляются остро нуждающимся гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, одиноко проживающим, многодетным семьям, инвалидам. Сколько времени нужно с момента подачи заявки в колл-центр, чтобы человек получил помощь? В среднем с момента подачи заявки до получения помощи проходит 1-2 дня. Но в каких-то острых ситуациях наборы доставляются в течение дня. Продуктовый набор рассчитан примерно на месяц, соответственно, через месяц можно обратиться, хотя многодетные семьи мы обеспечим сразу несколькими наборами. Обратиться в колл-центр и оставить заявку на получение продуктовых наборов можно по номеру, который вы видите сейчас на своих экранах. Муфтият продолжает помогать врачам и нуждающимся. На этот раз представители духовенства посетили Хасаверт и Хасавертовский район. Больницам они передали препараты и необходимые медикаменты. А в магазинах и аптеках погасили долги тех, кто не смог их выплатить. Подробнее расскажет Хамзанур Магомедов. Как раз таки в таких ситуациях познаются люди, их поведение, их иман, что у них есть в душе. Мы вам выражаем благодарность за посильную поддержку, за моральную поддержку. Сейчас такое время, когда нам надо вместе сплотиться. Представители Муфтията передали центральной больнице Хасаверта медикаменты, а также оказали финансовую помощь врачам, которые работают в красной зоне, рискуя собственным здоровьем. В случае необходимости Муфтия также предоставит здание медресе для размещения и лечения больных. В самом медресе, здание, которое мы предоставляем, находится недалеко отсюда. Это по Красноармейской адресу. Если какая-то еще другая помощь от нас, мы предлагаем то, что мы можем, то, что мы знаем. А если есть то, что мы не знаем, не замечаем, можете тоже сказать. Спасибо огромное. Пусть и вышли принят ваши благие дела. Тем более такой священный месяц Рамазан. Далее делегация направилась в село Индерейхо Савертовского района. Местные больницы они передали препараты первой необходимости. И без этой коронавирусной инфекции тоже мы видели ваши акции. Вот эти препараты, которые нам привозят или переслывают другие наши знакомые из Москвы, из других городов. Эти препараты, они и дорогие, и быстро идут на расход. Сколько бы их ни было, в них потребность и нужда бывают всегда. Помимо помощи больницам, представители Муфтиата выплатили долги малоимущих жителей в местных магазинах и аптеках. Хозяин одной из аптек Хасавертова, увидев это благое пример, решил сам просить все долги людей за лекарства. Помощь врачам оказывают также участники акции «Мы вместе». Волонтеры посетили Карабадахкенскую центральную больницу. Активисты Общероссийского народного фронта передали врачам мясомолочную продукцию, предоставленную штабу помощи двумя кизлярскими агропредприятиями. Главный врач больницы поблагодарил общественников за оказыванную помощь и отметил, что для медперсонала сейчас важна любая поддержка. Муфтиат Республики запустил онлайн-уроки по изучению Корана и основ религии. Теперь каждый желающий, независимо от уровня знаний и подготовки, может проходить обучение дистанционно. С ними будут заниматься квалифицированные специалисты. У нас уроки уже идут, и в основном сейчас группа сформирована именно из взрослых людей. И сейчас мы ориентируемся, отделом образования вместе, на летние курсы, чтобы летом уже всех тех детей, которые в свое время посещали мечети, их ориентируем именно на онлайн-курсы, на онлайн-уроки. Записаться на онлайн-уроки можно, обратившись по ниже указанному номеру. Три школы из Дагестана попали в список самых конкурентоспособных школ Северокавказского федерального округа по версии рейтингового агентства РАИКС. Это многопрофильный лицей номер 39, 5 место, гимназия номер 13, 6 место и республиканский лицей-интернат «Центр одаренных детей» 12 место. Все три школы находятся в Махачкале. Такие рейтинги позволяют выявить школы, имеющие особую значимость для своих регионов, с хорошей базовой подготовкой. Благодаря высокому уровню обучения выпускники этих школ имеют возможность поступать в лучшие университеты страны, говорится в описании рейтинга. Детский сад на 200 мест сдадут военные строители до конца 2020 года в поселке Сулак Кировского района Махачкалы. Строится он в рамках национального проекта «Демография». За последние 70 лет это первое дошкольное учреждение, которое возводится в этом населенном пункте. Старый сад был построен еще в 1947 году и изначально не был предусмотрен под образовательное учреждение. Во дворе нет беседок и условий для прогулок детишек. Новый яслий сад спроектирован в соответствии со всеми современными стандартами. Он будет приспособлен и для людей с ограниченными возможностями. Строительство современного сада позволит решить проблему с очередями, в которых на сегодняшний день стоит около 200 поселковых детишек. Отметим, что этот социальный объект – один из 74 строящихся в нашей республике силами Минобороны. 17 мая вылетит первый рейс по анонсированному ранее новому прямому авиамаршруту «Махачкала-Тюмень». Вылеты будут осуществляться из аэропорта столицы еженедельно по пятницам и воскресеньям. А с июня – по вторникам и воскресеньям. Отметим, данное направление востребовано у жителей нашей республики, так как в Тюмени проживают немало дагестанцев. Появление прямого авиарейса будет способствовать увеличению взаимного пассажиропотока и облегчит возможность для встречи с близкими, родственниками и друзьями, проживающими за пределами Дагестана. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Берегите себя и своих близких. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова